Подозреваемые в краже ювелирных изделий из торгового дома Алем предстали перед судом. В Казбекпийском районном суде по уголовным делам состоялось предварительное слушание. На скамье подсудимых двоюродные братья. Бывший охранник Алема Жандос Асанов и экс-связист Даниар Абдраманов. Напомним, кража была обнаружена утром 29 марта прошлого года, когда на работу пришли представители администрации торгового дома. Тему продолжит Аймамрина. Кражу из торгового дома Алем в народе называют самым громким и даже курьезным ограблением прошлого года. Сначала преступники засветились на камерах видеонаблюдения. По видео заметно, что они никуда не спешили. Они опустошили 12 бутиков и вынесли по предварительным оценкам 226 миллионов тенге. В седьмом часу уже буквально, вот только закрылось, сразу же моментально выключается свет. И тут уже все в одеянии, в этих, как мы, жахетных масках все ходят. Походка та же самая осталась. Он бегает, все, рядом с ним ходит Абдраманов, как телок. Он ходит, потому что не знает, где что лежит, правильно? У Асана уже все приготовлено. Пострадавшие бизнесмены уверены, подсудимые планировали кражу заранее. На предварительное слушание собрались 9 потерпевших из 12. Все в один голос твердят, что ни о каком примирении без полного возмещения ущерба речи быть не может. Для многих из них этот бизнес – единственный доход. А после кражи пришлось затянуть пояса потуже. Они совершили преступление. Откуда у них деньги над адвокатом? Это, я вижу, дорогостоящий адвокат. Хочу заметить. У меня, например, нет, вот я сижу, вот, мне плакать хочется, знаете. Я, например, целый год я не сплю, не ел. Посмотрите на меня. Я похудела вся, у меня вся семья страдает. У меня четверо детей. Несовершеннолетние здесь, студенты есть. Он пришел в один день, меня ограбил. Подсудимые предпочитали отмалчиваться двоюродным братьям 36 и 35 лет. Экс-охранник Жандос Асанов женат, у него двое детей. Данияр Абдраманов раньше работал связистом. Адвокат последнего пытается доказать, что он виновен лишь в сокрытии преступления. Интересы подсудимых защищают сразу три юриста. Они рассказали в суде о нарушениях, которые, по их мнению, допустил следователь. И таким образом, с 9 марта Асана содержится под стражей незаконно. У нас за три, за четыре дня людей снимают, как говорится, с работы. Чуть ли не дело возбуждают. Он подставил прокуратуру, казахстанская прокуратура, тоже не для личной. Ну, что так проверять. Подписала, отправила в суд. А где, извините, наше окончание? Где наш протокол? Где наше уведомление? Адвокаты предлагают отправить дело на доследствие. Стоит отметить, что его материалы едва умещаются в 10 домах. Однако потерпевшие с таким исходом в корне не согласны. Он признал свою вину, вернул нам золото. В конце, когда мы уже не подписали процессовать соглашение, он взял передумок. Передумал. Как это что? Игра или что это? Он взял это золото, часть какую-то нам вернул, часть сейчас оплачивает услуги адвокатов, пытается выйти на свободу. Решение о назначении главного судебного разбирательства или возврате дела на доследствие суд примет завтра. Мы будем следить за ходом процесса. Айо Мамрина Исламбекус Пан Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.